Всем привет! С вами Георгий из SkyMax. Сегодня к нам приехала установочка НТО и выяснилось, что нужно менять поршень. А нас часто спрашивают, как этот процесс происходит. И вот сегодня хочу я показать, как это происходит, показать, какой инструмент используется и этапы замены поршня. Погнали! Для замены поршня нам понадобится нутромер, микрометр. Собственно, сам поршень идет здесь В комплекте с пальцем. Роликовый подшипник, прокладки под цилиндр, прокладка под головку. Вот это так старый поршень выглядит. Моторчику уже больше 250 часов. И уже износ поршня есть. Вот это нам понадобится. Так, нужно отсоединить глушитель. Здесь, кстати, глушитель, да, пилот переделал уже не оригинальный. Но тоже вполне себе рабочий. Моторчик очень старый. Гайки предварительно скинули. Мы ставим поршень B. Вот на новом поршне. Сверху видно вот такой треугольничек. Как установить поршень правильно? Его можно поставить так, так. Соответственно, вот этот треугольничек должен смотреть в сторону выхлопного отверстия цилиндра. То есть поршень, в данном случае, установится вот таким образом. Аккуратно вставляем поршневой палец до упора. Теперь заводное кольцо. Стопорное кольцо. С той стороны оно изначально установлено уже. Потому что задача только с этой стороны поставить. Ошень поставили. При этом у нас там уже также и заменили роликовый подшипник. Комплект прокладок под цилиндр состоит из прокладок 0,2 мм, 0,3, 0,4 и 0,5 мм. Соответственно, нам нужно подобрать такую же, которая была. То есть мы берем просто штангель. Замеряем, получаем, что нам нужна прокладка 0,3 мм. И если она не помечена вот в этом самом, да, ну так же приходится измерять три десятки. Вот это 0,3 мм. Остальные не используем. То есть из всего набора мы берем только ту прокладку, которая полностью заменяет нам нашу прокладку. И можно порвать резьбу, поэтому делать это нужно аккуратно. Также аккуратно пропустить поршень. Дальше надеваем цилиндр. Колечки просто можно сжимать пальцами. Хватает, в принципе, и пара рук, чтобы аккуратно надеть цилиндр на поршень. Устанавливаем новое колечко под головку. Можно накидывать головку. Предварительно накидываем все гайки. Слегка затягиваем. Окончательную затяжку будем делать с помощью динамометрического ключа. Усилие выставляем 17 ньютон на метр. Можно 19, можно 21. Главное, чтобы у всех болтов было одинаковое усилие. И затягиваем. Окрест на окрест все болты проходим. Устанавливаем обратно пружинный глушитель. Ставим новую свечу. И затягиваем его. Итак, теперь вы представляете, как правильно поменять поршень на двигателе Monster 185. В прикрепленном ниже комментарии вы найдете ссылку на наш сайт, на наши соцсети. Можете оставить туда комментарии, понравилось вам это видео или нет. И написать какие-нибудь другие темы, которые бы вы хотели, чтобы мы показали вам. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...